В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Наталья Кратович. Здравствуйте! Коротко о главных событиях прошедших дней. Парад коммунальной техники, уборка дворов и парков. Месячник по благоустройству стартовал в округе. Мистическим каким-то образом был связан, связанная его жизнь с нашим городом. Юрий Гагарин и Люберцы. Ко дню космонавтики в музейно-выставочном комплексе проходит выставка для школьник. Все хронические заболевания в стадии обострения, это является противопоказаниями, значит, мы проводим медотвод до стабилизации состояния. Вакцинация для тех, кому за 65. О мерах предосторожности и необходимости прививки рассказывают либерецкие медиа. Отметили Всемирный день здоровья. Молодежь округа приняла участие во всероссийской зарядке. В администрации округа прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и ведомств доложили об итогах проделанной работы. На минувшей неделе жители городского округа больше 1700 раз обращались за помощью в полицию. По результатам обращений возбуждено 39 уголовных дел. 34 раскрыто по горячим следам. Готовимся к первым майским праздникам. Уже готовится расстановка к первому воскресенью, Красной горке и Пасхе. То есть идет подготовка личного состава усиленного варианта принесения службы в майские праздники. В конце марта в Кленском зале расчетного центра управления МОСОБЛ ЕРЦ по адресу Октябрьский проспект, дом 5, установлен дополнительный компьютер. С его помощью можно оплатить жилищно-коммунальные услуги без комиссии. Для этого достаточно иметь при себе банковскую карту и знать номер лицевого счета. Специалисты расчетного центра проконсультируют по процедуре оплаты или регистрации в личном кабинете. Помогут корректно ввести все необходимые данные. Это вот для наших граждан, бабушек более зрелого возраста, такая функция сейчас установлена. На минувшей неделе с городских улиц вывезено 100 кубометров мусора. Во время совещания глава округа поручил основной акцент сделать на наведении порядка на территориях поселений. У нас много всего, но две позиции. Наведение порядка на территорию в плане мусора, сбора его, вывоза и ямы на дорогах, на дворовых территориях. Понятно, что в одночасье сделать ямочный ремонт невозможно, потому что дороги разбиты, всегда весной у нас такие есть проблемы. Поэтому режим работы по сути в этом плане круглосуточный. Из-за плотности движения автомобильного транспорта принято решение ремонтной работы на Октябрьском проспекте, Зенинском и Егоревском шоссе проводить в ночное время. Григорий Ворванин, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Стартовал месячник по благоустройству. Марафон чистоты начался с масштабного парада коммунальной дорожной техники. Мои коллеги запечатлели, как колонна специализированных машин проехала по центру города. Последние приготовления. Водители в спешке украшают свои рабочие места. До праздничного парада, посвященного старту субботников, остаются считанные минуты. Субботник – такой небольшой праздник. Уборки, весна, настроение хорошее. Погода прекрасная. Все на субботник. С погодой в этот день действительно повезло. Весеннего тепла пришлось ждать долго. Затянувшаяся зима устроила коммунальщикам настоящий экзамен на прочность. Я вам благодарен, потому что вы все старались. Все предкладывали усилия, не считаясь ни со временем, порой даже со здоровьем. Потому что такой зимы, снежной, ну как говорят, по крайней мере, специалисты, старожилы, не было последних 50 лет. Теперь сотрудникам патриарных организаций предстоит другая задача – наводить порядок после такой сложной зимы. Работы много, поэтому сразу после парада техника приступит к делу. Мусоровожащая техника поедет по контейнерным площадкам. Коммунальная техника поедет очищать дороги, дворовые территории. Автовышки поедут менять фонари. 154 единицы коммунальной и дорожной техники проехали по улице Кирова. Масштабный марафон чистоты официально объявлен открытым. Каждую субботу апреля в городском округе Люберцы будет проходить коллективная уборка. Завершится месячник благоустройства 24 апреля. В этот день пройдет общий областной субботник. Сразу после парада техники в Люберцах прошел первый субботник. На уборку дворовых территорий и парков вышли сотрудники управляющих компаний, представители учреждений и организаций, а также жители городского округа. На площадках, где наводили чистоту, работали мои коллеги. Визитная карточка Люберец и место притяжения гостей и жителей округа. В первую субботу апреля центральный парк стал не территорией для прогулок, а площадкой для генеральной уборки. Для чего пришла? Потому что нужно сделать хорошим, чистым наш город. Мы его любим, здесь растут наши дети, здесь мы живем, поэтому он должен быть чистым, ухоженным. Вооружившись рабочим инвентарем и подкрепившись чашечкой чая, люберчане приступили к наведению чистоты и порядка. Не остался в стороне и глава округа, помог коммунальщикам распилить аварийный сухостой. Не только субботник, но и экологическая акция, посвященная Международному дню птиц. Жители городского округа принесли в центральный парк кормушки и скворечники, сделанные собственными руками. Мы привлекли и гостей парка, постоянных посетителей, общественной организации, некоммерческих, активных жительниц города Люберца. Сделано было около 15 кормушек и скворечников, но желающих оказалось больше. И по факту люди активно приняли участие и принесли с собой еще кормушки. И делали здесь на месте, и раскрашивали. И по факту вышло где-то больше 25. Еще одной точкой масштабного субботника стал двор возле дома 28 на улице Южной. Грабли, мешки и перчатки стали главными атрибутами для местных жителей. Сразу с парада техники сюда приехал погрузчик. Субботники нужны для того, чтобы люди понимали свою ответственность за содержанием территории, чтобы не мусорили. Также осознавая, что наша окружающая среда, мы здесь живем, надо за ней следить, помогать, убирать. Много, конечно, незакрепленных территорий по уборке, где дворники, возможно, не справляются. И поэтому нужны субботники. В этом месяце на территории Люберец пройдет еще три субботника. Кроме стандартных работ по наведению чистоты и порядка в округе, также запланирована высадка деревьев и кустарников. Луиза Игиазарян, Айтарш Чирагова, Денис Заугольников, Михаил Давыдов. Телеканал ЛРТ. В первом в этом году субботнике приняли участие более 10 тысяч человек. Очистить свои дворы от мусора и прошлогодние листвы вышли и жители многоквартирных домов. Одними из самых активных стали жители домов на улице Космонавтов. На первый в этом году субботник Наталья Голованова пришла вместе с сыном. Говорит, вдвоем убирать мусор веселее. Ребенок привыкает к труду. Как-то заложено уже воспитанием. Вы стараетесь вокруг своего дома убирать или еще помогать кому-то? Ну, по возможности. Как говорится, где родился, там пригодился. Вооружилась граблями и Валентина Терешнева. Женщина уверена, субботники – хорошая традиция. При этом не стоит забывать, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Когда выходишь на субботник, чувствуется какое-то единение. Единение, мы сплачиваемся. И потом, когда человек убирает, он уже потом не будет мусорить. В основном надо делать акцент на то, чтобы нам самим поменьше мусорить. Субботник на улице Космонавтов организовал Люберецкий городской жилищный трест. Привезли необходимый инвентарь. Вместе с жителями очистили газоны и детские площадки от накопившегося за зиму мусора. По всем 9 же организованы пункты выдачи инвентаря. То есть любой желающий может подойти, взять грабли, взять валик, кисть, то, что ему нужно, и проводить работы, соответственно, в своем дворе. Субботники в городском округе пройдут 10, 17 и 24 апреля. Григорий Ворованин, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. О дальнейшем развитии парковых территорий в городском округе говорили на заседании Общественного совета парков. Он был создан в прошлом году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В заседании принял участие и главолюберец Владимир Ружицкий. На территории округа семь парков. В 2020 году, несмотря на пандемию, активно велась реконструкция сразу нескольких рекреаций. Заметно преобразилась территория Малаховского озера и Наташинского парка. Установлено колесо обозрения и амфитеатр. Разработана концепция по благоустройству парка Лапса в поселке Томилино. Ее реализация начнется в этом году. Также у нас разработаны дополнительные две концепции. Это по парку Победа Короскова и лесная пушка, это Октябрьский. Это пока только концепция. Мы ее сейчас дорабатываем и в ближайшее время вынесем жителям для общественного обсуждения. Также в Центральном парке запланировано строительство площадки для катания на скейтбордах и роликовых коньках. Осталось сюда завести душу, чтобы здесь была душа. И, конечно, какой-то изюмбить с вышки. Помните, парашютки мы говорили? Изюмб. Можно вазову. Да, вазову поставить. Это же идея была, ну как-то ее тормознули. Ну и, естественно, я говорю, развить вот это, чтобы кафешки. И люди пойдут. По мнению Совета, на территории парков не хватает навигационных табличек, общественных туалетов, камер видеонаблюдения. В свою очередь, глава Люберец Владимир Ружицкий отметил, в перспективе все они будут установлены. При этом не стоит забывать, что парк – это не только скамейки и пешеходные аллеи. Пятница особенно, да, суббота, может быть, среда. Это должны быть программы. И она должна быть в каждом парке как-то по-своему. Я не говорю, а сейчас же вот май месяц будет. Должна быть какая-то торговля, кто-то там вату, кто-то мороженое, кто-то квас, кто-то что-то еще. И это надо, мы должны организовать. На заседании высказаны и другие предложения, среди которых создание логотипа и фирменного стиля Люберецких парков. Некоторые идеи, предложенные на заседании, будут реализованы в этом году. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В округе продолжается ямочный ремонт. Ежедневно бригады рабочих латают асфальт на проезжей части. На этот раз неровности устранили на улице Льва Толстого. Сколько времени занимает ремонт одной дороги, узнал Григорий Ворванин. На улице Льва Толстого две бригады ремонтников приехали утром и сразу же приступили к работе. В первую очередь фрезерует поврежденное покрытие. Надо сначала по квадрату резать, чтобы она хорошо держалась. Ну, картами, чтобы нормально получилось. Сначала почистить пиль, чтобы прилиплил старый новый асфальт. Суммарная площадь ям на этом участке 60 квадратных метров. Использовать каток нерационально, поэтому укатывает асфальт с помощью виброплиты. На раскачку времени нет, поэтому две бригады залатали ямы за несколько часов. После чего все перемещаются на другой участок. Яма цифрована на данный момент порядка 5000. Устранено уже порядка 4000. Но это по количеству. Есть такая программа из КПДИ, которая нас привязывает фиксировать все ямы. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры для нашего отчёта. На городских дорогах ремонтные работы ведутся днём. Главную уличную артерию Октябрьский проспект, а также Егоревское и Зенинское шоссе ремонтируют в ночное время. Это помогает избежать дорожных заторов. Основное количество ям на проезжей части заделают до 1 мая. Григорий Ворванин, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Малаховке работает компания, которая занимается производством и комплексными поставками насосного оборудования. Эта продукция необходима для работы объектов ЖКХ, а также применяется в нефтехимической промышленности. Предприятие, расположенное на территории МЭС, посетил глава округа. Эти насосы обеспечивают подачу холодной и горячей воды в жилые дома, социальные объекты и производственные здания. Без них невозможна работа канализационной системы. Продукцию из нержавеющей стали изготавливают здесь уже четверть века. Наше предприятие прошло путь от простого посредника по продаже промышленных насосов до реального производственного предприятия. Наша продукция в состоянии конкурировать как с ведущими российскими заводами, так и с ведущими европейскими заводами-изготовителями насосного оборудования. В 2020 году оборот компании составил 201 миллион рублей. Более трех тысяч насосов отправлено на 700 предприятий. Продукция поставляется по всей России и в страны ближнего зарубежья. Есть спрос на продукцию, они загружены заказами, что тоже очень важно. Предприятие в развитии. Есть хорошая конструкторская группа, работает целым рядом вузов, включая энергетический. Работают с разного рода предприятиями зарубежными. Мы будем помогать, способствовать. Я надеюсь, что предприятие хорошее будущее. На предприятии работает 37 человек. В основном это жители городского округа Люберцы. Компания планирует расширять свои площади. В посёлке Островцы Раменского района уже строится ещё одна производственная база. Луиза Игязырян, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Сотрудники администрации, инспекторы административно-пассажирской инспекции, судебные приставы и волонтёры провели рейд на общественном транспорте. В первую очередь проверяли работу терминалов и валидаторов, принимающих к оплате банковские карты. В рейд отправились и мои коллеги. Разворотная площадка на улице Волковская – стоянка практически всех маршрутов общественного транспорта городского округа. Здесь же инспекторы административно-пассажирской инспекции проводят рейды. В этот раз их интересовало наличие и исправность банковских терминалов. Аппарат напечатал чек с нужной суммой, значит водитель может продолжить работу. Если он неисправен или вообще отсутствует, то там полагается штраф в размере 2000 рублей по статье 81, часть 2, закон 37 по Московской области. Ну и, соответственно, выписывается водителю административное постановление за нарушение. Водитель не выдал пассажиру чек об оплате проезда – это тоже нарушение, наказание за которое 2000 рублей. При этом штраф могут выписать и пассажирам за безбилетный проезд. Водителя этой маршрутки чеки длиннолентой торчали из терминала. Проверки общественного транспорта инспекторы административно-пассажирской инспекции вместе с представителями администрации проводят постоянно, реагируют и на жалобы пассажиров, которые не смогли оплатить проезд банковской карты. Поступают порядка трех-четырех обращений в неделю, все отрабатываем. И, естественно, надо наводить порядок и следить, чтобы действующее законодательство соблюдалось. Во время рейда судебные приставы проверяли у водителей наличие неоплаченных штрафов. Нарушений не выявили. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Маски, перчатки, санитайзер, соблюдение дистанции. Чуть больше года назад эти атрибуты прочно вошли в нашу жизнь. Даже сейчас, несмотря на снятие ряда ограничений в магазины и общественный транспорт, без средств индивидуальной защиты вход по-прежнему запрещен. Год спустя мы решили узнать у жителей Люберец, чему научило нас время, прожитое в условиях пандемии. «Исключите нахождение на улицах и в общественных местах без уважительных причин. Пожалуйста, оставайтесь дома для вашей безопасности. Берегите себя и своих близких». Объявления по громкой связи, патрули на улицах, пост ГИБДД на въезде в город, закрытые магазины. Практически в один миг опустили дворы и парки. Год назад, после введения режима повышенной готовности, такая картина стала привычной. «Думал, это будет максимум месяц-два. Поболеет немного и пройдет. Но растянулось реально надолго очень. Было немного страшно потерять небольшой доход. Пригодился бы явно». Тамара Кузина вспоминает. Чувство тревоги в апреле прошлого года не возникло. Запасаться лекарствами гречкой и туалетной бумагой не спешила. В любой момент могли помочь дети. «Единственное, что замкнуты. Уж очень тяжело, что вот общения нет. Мы, тем более пенсионеры, то мы хоть сейчас стали гулять, а то и гулять не выходили. Это очень тяжело. А так ничего. Живем». Когда началась пандемия, Марина Кашеварова была на последних сроках беременности. Говорит, очень сильно начала волноваться по этому поводу. Близкие как могли успокаивали. Роды прошли удачно, а за время, проведенное на самоизоляции, Марина вынесла для себя несколько уроков. «Быть терпеливой, сдержанной, семейной. Пандемия подарила счастье нам. Ну, немножечко терпения, уверенности где-то в себе. Сейчас как-то тоже постараемся, да, сдерживаться, придерживаться всех норм. Но сейчас уже полегче, скажем. Уже получше, уже можно как-то, можно гулять свободно. Нет такого, как раньше, когда это вот первая волна». Апрель 2021 года. Работают кафе, кинотеатры, детские аттракционы. На улице в масках лишь редкие прохожие. Можно спокойно гулять в парках и скверах. Пандемия научила либерчан соблюдать дистанцию, а еще терпению, уверенности в себе, экономии. И самое главное – наслаждаться каждым прожитым днем. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Массовая вакцинация от COVID-19 продолжается. В поликлиниках городского округа работают прививочные кабинеты. Защититься от коронавирусной инфекции можно также в стационарных пунктах вакцинации. Один из них расположен в клубе «Активное долголетие». Вакцинация от коронавирусной инфекции началась в клубе «Активное долголетие» 4 февраля. С тех пор каждый четверг здесь прививочный день. Основная масса желающих защититься от болезни в этом пункте – люди старше 65 лет. Для них это важно, потому что они хотят полноценно участвовать в жизни, посещать различные мероприятия, в том числе наш клуб, который открылся. Здесь же проходит для них очень много активностей. И пока вакцина – это единственный выход из положения, чтобы полностью принимать участие в общественной жизни городского округа Люберца. За два месяца более 250 человек прошли здесь первый этап вакцинации. Около 200 жителей полностью завершили иммунизацию. Ветеран Великой Отечественной войны Юрий Лосев сегодня пришел за второй дозой препарата. Только так, по его мнению, возможно победить вирус. Предохраняет от болезни, продляет жизнь человеку. Но поскольку такая обстановка, значит, надо делать. И я считаю, и молодых, и пожилых, мне самому 94. Но жить-то еще хочется. Такого же мнения придерживается председатель Совета ветеранов городского округа Люберцы. Юрий Орехов пришел на прививку с супругой. Совет сделать защитный укол дал сын, который уже прошел весь путь вакцинации. Сын сделал, потом сказал родителям, идите и делайте, и все будет нормально. Вы нам нужны еще. Это надо делать для того, чтобы и себе продлить жизнь, и окружающих не заражать. Откладывать укол на потом Ореховы не стали. После осмотра врач дал добро на прививку. Второй этап через 21 день. Вакцина безопасна. Наоборот, она нужна для лиц старше 65 с хроническими заболеваниями, такие как ишемическая болезнь сердца. Если какие-то были оперативные лечения на сосудах, инфаркты, все хронические заболевания в стадии обострения, это является противопоказаниями. Значит, мы проводим медотвод до стабилизации состояния. Прививочными пунктами в шаговой доступности обеспечены жители всего городского округа. Защититься от коронавируса можно во всех поликлинических отделениях. Запись производится по номеру 122 через портал госуслуги в МФЦ или непосредственно в поликлинике. Пройти вакцинацию также можно и в девяти стационарных пунктах без предварительной записи. Требуется один из документов – паспорт СНИЛС или ОМС. Адреса стационарных прививочных пунктов можно найти на официальных сайтах администрации городского округа Люберцы и Люберецкой областной больницы. Луиза Игязыриан, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Прогулка на свежем воздухе повышает настроение и укрепляет иммунитет. Накануне Всемирного дня здоровья в Люберцах провели акцию «10 тысяч шагов к жизни». На праздники побывала наш корреспондент. Удобная одежда, кроссовки и даже лыжные палки – к маршруту здоровья готовы. Однако ни один вид спорта не обходится без подготовки. Для участников провели небольшую разминку. Эта акция нужна для того, чтобы популяризировать ходьбу, популяризировать здоровую жизнь, чтобы как можно больше людей занималось спортом. Спорт – это прежде всего жизнь. Это здоровая, активная, полная эмоций, чувств, жизнь, которая позволяет совершать любые геройства и любые свершения. Для некоторых акция – это лишний повод побегать. В парке «Наташинские пруды» собрались воспитанники спортивных секций, а главными участниками маршрута стали члены клуба «Активное долголетие». «Спорт же самое главное для жизни». «Мы гимнастикой занимаемся, вот в чем дело». «Да, мы всем занимаемся». «Мамонтово», «Всех гимнастикой занимаемся». «И сад-огород даже у нас тоже для здоровья». «Бассейн». «Вырастить красивые цветы». «Бассейн», «Бассейн», «Бассейн». «Бассейн», «Бассейн», «Бассейн». 7 апреля во всем мире отмечали День здоровья. Он напоминает всем нам, насколько важно уметь заботиться о собственном здоровье и своевременно обращаться за помощью к врачам. Студенты либеретского филиала Московского областного медицинского колледжа привлекли внимание к этой теме с помощью флешмоба. В честь праздника они устроили массовую зарядку на территорию Центра охраны материнства и детства. Участников акции поприветствовал главный врач лечебного заведения Татьяна Мельник. Поддержал инициативу молодых людей руководитель Люберецкого театра «Аперетты» Александр Чайка. «Здоровье граждан – это всегда самое актуальное, самое важное теме. Поэтому к здоровью всегда нужно привлекать внимание. Не тогда, когда уже все заболели, а тогда, когда это все еще можно предотвратить». К всероссийской зарядке «Здоровье» присоединились 120 волонтеров-медиков. Подобная акция прошла во всех городах страны. «С днем здоровья!» 5 апреля в России отметили День неонатолога. Это врач, который заботится о здоровье ребенка с момента его рождения и до выписки из роддома. В Московском областном центре охраны материнства и детства эту важную миссию выполняет большая команда профессионалов. Наша съемочная группа познакомилась с ней поближе. «Они показывают маме только что родившегося ребенка и с этой минуты берут ответственность за его здоровье на себя. Пока малыш находится в роддоме, за ним пристально следит неонатолог». «Хороший малыш, с малышом все хорошо». Ростом и весом новорожденного врач тоже доволен. 4 килограмма 54 сантиметра. Патологий никаких нет, ребенок абсолютно здоров. Настоящий подарок на профессиональный праздник. «Я хочу от всей души поздравить всех неонатологов с нашим профессиональным праздником. Пусть знания, опыт и профессионализм коллег помогут нашим маленьким деткам быть здоровыми. Это самая главная награда для всех неонатологов». А в этой палате уже готовятся к выписке. Перед тем, как отпустить своих подопечных домой, врач-неонатолог еще раз убеждается, что с их здоровьем все в порядке. «Утром мы идем на обход и всех малышей мы смотрим. Назначаем прививку, назначаем какие-то процедуры, если вдруг что-то, у ребенка какая-то проблема. Ну, здесь в данном случае лежат абсолютно здоровые детки». «У меня первые роды, я, допустим, не знаю, как что. Они все объясняют, приходят, все рассказывают». Но бывают случаи, когда врачам-неонатологам приходится спасать крошечных пациентов. Когда на свет появляется ребенок, требующий особого внимания к работе, подключаются реаниматологи или детские хирурги. «Вот вы видите, у нас в родзалах имеются аппараты искусственной вентиляции легких, куда тут же детки помещаются для вспомогательного дыхания на аппарат искусственной вентиляции легких. Аппараты для обогрева этих деток. Ну и тут все приспособлено для приема таких деток». Сейчас в отделении интенсивной терапии только один малыш. Его состояние уже стабилизировалось. Сотрудники реанимации такой тенденции радуются. Если у них мало работы, это значит, что дети, находящиеся в роддоме, здоровы. «Мы в основном приглашаемся на роды и появляемся в жизни ребенка, когда его жизни что-то угрожает. За эти три месяца прошло 164 ребенка. Все дети, так скажем, в основном, в основе своей 80% – это неноношенные дети. И были дети, которые доношенные, были дети с пороками развития, с хирургической патологией, которые были переведены в первые-вторые сутки сразу в отделение хирургии для проведения хирургической коррекции». С начала этого года в Люберецком роддоме появилось на свет более 800 малышей. Каждый прошел через заботливые руки неонатолога. Ведь их профессия – первыми встречать новую жизнь. Луиза Игязырян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. 12 апреля исполнится 60 лет с того дня, когда советский летчик Юрий Гагарин впервые в мировой истории совершил полет в космос. В Люберцах начали готовиться к этой дате уже сейчас. И в музейно-выставочном комплексе открыли праздничную экспозицию и проводят интерактивную программу для школьников. «Личные вещи Юрия Гагарина», «Газета за 12 апреля 1961 года» и даже «Еда космонавтов» – творог с орехами и печенье 79-го года производства. Все это можно увидеть своими глазами в музейно-выставочном комплексе, а заодно и пополнить знания о выдающихся покорителях Вселенной. Судьба советского первопроходца Юрия Гагарина неразрывно связана с Люберцами. Здесь он получил путевку в жизни, здесь же проводилось расследование его трагической гибели. Когда они упали вместе с Серегиным, это яма, в которой образовалась воронка 15 метров глубиной. Было понятно, что было очень сложно разобраться в этом всем. Но все то, что там собрали, привезли в контейнерах опять в Люберце. И научно-исследовательский институт, который занимался исследованием авиационных катастроф. На протяжении многих лет все авиационные катастрофы, которые у нас в стране происходили, они исследовались в этом институте и привозились обломки сюда. И вот таким мистическим каким-то образом был связан его жизнь нашим городом. Одними из первых эту выставку посетили ребята из московской школы 1793. Кроме музейных экспонатов, они рассмотрели фотографии, сделанные летчиком-космонавтом Героем России Федором Юрчихиным. Также интерактивная программа, посвященная Дню космонавтики, включила в себя тематическую зарядку. На память об экскурсии в Люберецкий музей школьники сделали своими руками сувениры. Подделки, естественно, космические. Здесь изображены собаки, которые первыми полетели в космос. В космос надо сделать голубым цветом, а шейники надо сделать кореньевым. Очень актуально, детям очень нравится, это очень необычно. Тем более мы пытаемся сочетать и старые традиции, которые всегда были в музее, и более современные, чтобы действительно привлечь детей к нашей истории. Праздничная интерактивная программа для школьников будет проходить в музейно-выставочном комплексе до 14 апреля. Затем сотрудники учреждения начнут готовиться к Пасхе и майским праздникам. Луиза Игия Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Люберецкая спортсменка Диана Ермакова выступит на международных соревнованиях по боксу. Чемпионат будет проходить с 10 по 24 апреля в польском городе Кельце. Кроме Дианы, в состав сборной команды Московской области вошли еще семеро спортсменов. В истории российского бокса это первый случай, когда от одного региона на первенство мира среди юниоров едут сразу 8 человек. Напомню, в прошлом году Диана Ермакова заняла первое место на чемпионате Европы среди девушек до 48 килограммов. В финальном бою она одержала уверенную победу над соперницей из Испании. На этом выпуск завершен. Еще больше подробностей на нашем сайте и в сообществах соцсетей нашего телеканала. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»! Диана Ермакова